Хочу вам показать, как я фиксирую желоба на крюки То есть это уже сделано Мы с вами пройдем вместе угол, зафиксируем замочки И просто объясню, как я собирал карниз, лобовую планку на своем доме И фиксировал желоба Покажу вам все косяки и не косяки, и находки, идеи мои Сразу говорю, это для тех, кто поленился сделать пленку На моей кровле она отсутствует У меня чердак холодный, но пленку я не сделал Кстати, я хочу сразу же сказать тем ребятам, которые очень много написали мне в комментариях под видео Про то, что заметает под конек Ребята, я не делал пленку по одной простой причине У меня не хватало финансов на то, чтобы сделать сразу и стропила в один год И сразу же сделать в один год накрыть ее металлом У меня столько денег не было И поэтому я собрал стропилку, она перезимовала И уже в следующем году я накрыл крышу металлом Почему не использовал пленку под металлическую кровлю? Вообще рекомендую, если вы начинаете строить сейчас и думаете, делать ли мне пленку или нет И ищите ответ на этот вопрос, я вам скажу, пленку делайте Плюсов в ней много Во-первых, если вы где-то сделали недочет, где-то саморез ослабился и начало подтекать Пленка это все скрасит и это все будет опускаться, все эти капли Они будут стекать просто через капельник в желоба и уходить У меня этого нет, и поэтому, если такая проблема произойдет, мне придется лезть на кровлю Это все подтягивать, перетягивать, потому что пленки у меня нет Но нет ее по одной простой причине Я не смог бы накрыть ее в тот год Если бы я ее сделал, то ее всю бы истрепало ветрами Потому что вы видите, стройка наша находится в поле И ветер, главный ветер, он оттуда Дует он просто дико С той стороны он идет направление основное И дует он просто капитально Иногда кровля гудит прямо от того, что бураны такие Пленку, конечно, бы изорвало, это был бы просто выброс денег Поэтому я этого не сделал и считаю, что да и фиг с ним То есть, ну, так получилось, но вам я советую Делайте правильно, пленку используйте И главное, под коньки вот эту самоклейку, которая против задувания снега, тоже делайте Потому что вот я сейчас столкнулся с тем, что мне придется теперь все пропенивать Пропенивать, поролон не поможет так спасти от снега Итак, друзья, вот здесь совершенно наглядно показано вам Как я оформлял лобовую доску Точнее, лобовую планку Так как нет пленки, то у меня нет и капельника Потому что он мне не нужен По правильному делается капельник вот здесь еще Потом, я не знаю, как это примыкание правильно называется И под нее уже заходит лобовая доска А капельник, он опускается как раз в желоб Тем самым получается, что когда вода или снег идет Он не может попасть уже на лобовую И ее не марает, то есть на нее вообще никаких осадков не попадает В моем же случае, если хороший ветер, он может захлестывать это все на вот эту планку Но все равно это будет все стекать по лобовой и попадать на землю В моем случае, как я уже объяснил, капельник не заходит в желоб Потому что капельника просто нет Сейчас что мы делаем Я оставил вот одну планочку Сейчас мы эту планку фиксируем сюда Формируем угол примыкания Угол желоба И здесь у нас будет вывод ливневого дождевого стока Сейчас мы это оформим с вами И погоним дальше нашу водосточку в сторону города Приступаем 74 Вот мы установили фарту к лобовой планке По-моему, получилось отлично Поднимаем наверх заранее приготовленный желоб водосточной системы Не забывайте все подрезки обрабатывать антикоррозийными составами Для стыковки желобов я использую обычный силиконовый герметик Ранее я пробовал брать битумный, но строители научили, как делать правильно Устанавливаем замок на стык Устанавливаем замок на стык Это надежно зафиксирует нашу конструкцию И дополнительно защитит примыкание от протечки Благодаря резиновой прокладке Наносим герметик в паз и фиксируем заглушку на желобе Сейчас я наглядно демонстрирую направление течения воды И правильный стык при этом Теперь нам нужно установить воронки Отмечаем маркером место, где будем делать отверстия Устанавливаем воронку и загибаем ее крепление Сейчас видно, что я не загнул внутрь воронки края подрезок Это нужно сделать для того, чтобы вода не текла по низу желоба снаружи Позже я это исправил, но не попало на видео Если крючки не входят в желоб, его можно поддонкратить отверткой Дополнительно проверил уклон уровнем Все совпадает Вода будет стекать Все отлично Водосточные воронки я устанавливал каждые 4-6 метров Сама геометрия дома подсказала, как сделать проще Я делал их в каждом углу Вот смотрите, друзья Направление воды у нас получается, что оттуда оно пойдет в эту сторону Соответственно, вот этот желоб правильнее заводить под вот этот желоб Вот так То есть мы сейчас это сделаем вот таким путем Мы соберем их и занырнем Там сформируем угол Потом нам придется опять перевести леса Зайти в ту сторону и там сделать соединение Сегодня мы прошли вот такое расстояние Строим дом своими руками У нас было два варианта монтажа лесов Либо разбирать их и собирать на новом месте Либо просто передвигать Попробовали передвинуть, получилось Таким путем мы пошли дальше Нам осталось пройти каких-то там 6 метров Но тут сложного уже ничего нет Поэтому сейчас я только вот добью этот угол желобами И пойду в ту сторону Мне было очень классно с вами сегодня строить Спасибо, что провели строительный день сегодня со мной Если кому-то помогла информация Я буду бесконечно рад Вы можете отметить это своими лайками, комментариями Пишите, пожалуйста, в комментариях Как лучше было бы смонтировать данное изделие Но я это делал, как я умею Стройка с высоты птичьего полета Конечно, это, блин Ну не птичьего полета Человеческого полета Это, конечно, нечто Ладно, друзья Я рад был вас всех сегодня видеть Солнце на закат Наше видео подходит к концу До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok